вчера был в колледже lakefield который находится где-то в часе езды от торота от центра и колледж находится на такой загородной территории немножко окружен лесом с одной стороны и с другой стороны его озеро онтарио ну по сути то есть он находится на берегу озера на озере есть пирс свои лодки причал дети занимаются парусным спортом каякингом ну реально очень круто к сожалению не получилось нам хорошо поснимать потому что лил дождь это кстати климате до лил дождь и было порядка 5 градусов реально было условия не позволяли снимать территорию сам колледж это 360 студентов возрасте от 14 лет и мне понравилось когда я общался с одной девочкой мексиканкой я ее спросил почему ты остановилась на блейкфилд и потому что она смотрела многие школы канады и америки и она мне сказала я говорит когда приехала сюда то сразу поняла что хочу здесь жить и учиться вот когда слышишь такие вещи от учеников это реально вдохновляет и мотивирует колледже 360 студентов которые представлены 30 семью различными национальностями и у колледжа политика чтобы на одну национальность не приходилось более 10 процентов это я считаю плюс то есть когда приезжаете в школу вы не видите что какая-то национальность доминирует сам колледж представляет собой комплекс зданий формата коттеджи и какие-то здания это учебные корпуса там же и фитнес-центры и спортивные комплексы плюс здания которые отведены под резиденцию ну это коттеджи да где проживает порядка 20 студентов коттедж общая комната и общая комната где все могут собираться и сами комнаты для детей они разбиты на студентов по два человека то есть в каждой комнате два ученика детей есть постирочные сервисы и я спрашивал поводу питания мне сказали что питание отличная и жаловаться немножко но и мы сами покушали у нас была возможность мы ели семку рис были салаты разные еда реально ответ как мне кажется в лейкфилды создали потрясающий балл между учебой спортом персональным развитием и дополнительными мероприятиями вы находитесь за городом и при всем при этом вам не дают скучать у вас график построен так грамотно что вы комбинируете и учебный план и спортивные мероприятия то есть у вас там постоянно что-то проходит вы либо занимаетесь спортзале либо идете там катаетесь на лодках либо танцуете все что угодно там порядка 40 50 видов различного рода мероприятий чем вам можно заняться и реально учеба это что-то как вы как находиться постоянно в летнем лагере ну понятно что погода не летняя может быть но сама атмосфера и удовольствие которого получаете просто от пребывания учебном заведении и при всем при этом академические стандарты очень и очень высокий но я могу представить вы заходите в библиотеку и у вас валяются пуфики и дети сидят учатся читают книги тут же лежат на пуфиках да это в кайф вы учитесь и вам это в удовольствие непонятное дело что прогулять у вас не получится никогда потому что здание резиденции находится в 100 метрах от корпусов учебных где вы учитесь вы спросите меня как обстоят дела с медициной здесь выделен отдельный коттедж вот медицинский центр где находится медсестра постоянно и в этом коттедже есть комнаты также то есть если вы чувствуете себя плохо то естественно вы можете пойти медсестре она вас посмотрит выпишет вам там что-то нас что-то слушать да скажем так какую-то таблетку вот если вы прям себя сильно плохо чувствуете то естественно вас скажем так положит в больницу да будем называть так вы просто как вы будете находиться в этом коттедже в комнате пока вам не станет лучше под постоянным надзором но вот я учил общался с учениками они говорят что в принципе у них никогда не возникало каких-то сложностей с медициной вот . по стандартное все стандартное вас сразу полечит и посмотрит что касается присмотра над детьми естественно понятно вы находитесь в загородной школе убежать даже если захочется у вас это не получится сделать что бежать придется дольше плюс скажем так то что касается алкоголя всяких там сигарет и так далее да то будет действует политика то есть никаких сигарет ясно понятно и прежде всего потому что это техника безопасности вы сами понимаете что здание деревянные и как мне сказали что еще не было никаких случаев за всю историю существования школы вот что касается алкоголя естественно привести можно с собой все что угодно там когда вы приезжаете из-за границы да но все это также очень сильно карается причем школа это семья да и если скажем так вы провинились то происходит общее собрание где все это делать рассказывается и скажем так выводится чистую моду выносится предупреждения какие-то то потом все это решать лучше это опять я говорю что это редкие случаи которые могут быть сейчас